Осень для инспекторов ГИМС – время особое. На пляжах народа практически нет, зато все активнее ведут себя водители маломерных судов. И не всегда правильно. За этот год выписано порядка 180 штрафов почти на миллион рублей. Штрафуют чаще всего за отсутствие регистрации маломерного судна или ТО. Такая халатность будет стоить от 5 до 20 тысяч рублей. Кстати, останавливают и любители гидроциклов. Этот транспорт также подлежит обязательной регистрации и должен регулярно проходить техническую проверку. Находясь на гидроцикле, так же как и на маломерном судне, ну сейчас мы будем говорить о гидроцикле, все пассажиры должны быть одеты в спасательные жилеты. Что касается маломерных судов, то спасательные жилеты должны быть одеты только в том случае, если судно длиной до 4 метров. Свыше 4 метров, соответственно, спасательные жилеты должны лежать на судне по количеству людей на борту. По словам инспекторов, происшествий, связанных с моторными лодками, стало меньше. Чего не скажешь о гидроциклах. Здесь количество нарушений с каждым годом только растет. Как и число любителей окунуться в уже остывшие водоемы, с моржами инспекторы ГИМС проводят профилактические беседы. Так же, как и с теми, кто сочетает рыбалку с алкоголем. Вода есть вода, особенно в осенний период. Рыбаки же осенью рыбаков больше на воде становится, потому что рыбы становится больше, вода чище, холоднее. И, соответственно, вот эти вот происшествия, как правило, ну очень трагично могут закончиться, потому что переохлаждение человека, когда он находится в воде, тем более еще и в одежде, вот, ну, на реке с сильным течением плачевно заканчивается. Алкоголь – главный враг отдыхающих на воде. По статистике, 70% утонувших употребляли горячительные напитки. За этот год на территории Рязанской области на водоемах погибло 11 человек. Причем состояние алкогольного опьянения среди причин трагедий далеко не на последнем месте. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».